Сейчас, глядя на нее, никто не подумает, что когда-то это вот сегодняшний бумажный календарь. Образ Божьей Матери Умиления – любимая икона преподобного Серафима Саровского. В 1994 году жительница поселка Локоть Брянской области приобрела копию этого образа в местном магазине. Просроченный календарь с ликом Пресвятой Богородицы. Женщина купила его, чтобы не допустить за сквернение святого образа. Принесла домой и поставила дома как икону. Спустя время образ стал благоухать и замироточил. С мужем они решили поставить чудотворный образ в рамку. И, перевернув его, увидели, что с другой стороны проступил лик Божьей Матери. Локотьская икона – единственная в мире двусторонняя мироточивая икона. На обратной стороне иконы проявился нерукотворный образ Божьей Матери, на котором еще просматривается лик Спасителя, как на Туринской плащанице. Само по себе это изображение очень необычное, ведь она его здесь изобразила вниз головой. Но так каждая мать носит ребенка. Он вниз головой по человеческому естеству. Может быть, поэтому среди тех многочисленных случаев исцеления от иконы она особенно помогает бесплодным женщинам. И, может быть, еще поэтому эту икону иногда называют женской. Иконе сделали двустороннюю ризу. Причем, с другой стороны, эта риза следует рисунку проступившего образа. Впервые икона Божьей Матери Умиления Локотская пребывала на территории Беларуси в 2005 году в рамках крестного хода, потом в 2015 и 2022. По просьбам верующих образ вновь доставлен в Беларусь. Встретили святыню в храме святых благоверных князей Бориса и Глеба города Борисова. Я перед иконой уже 20 лет и знаю, что Матерь Божия в образе этой иконы она всегда приходит в нужное место, в нужное время. По молитвам перед образом Божьей Матери Умиления Локотская люди во множестве получают исцеление и благодатную помощь. Этой иконе Господь дал особые, сугубые дары. Она будет притягивать к себе людей. Бесплодные женщины, помолившись перед иконой, будут рожать здоровых детей, будет исцелять раковых больных, будет помогать находить без вести пропавших людей. Это вторая беременность. Первая беременность у нас закончилась, к сожалению, неудачно. Но вот произошло чудо. То есть перед второй беременностью мы молились перед иконой. И поскольку мы боялись, что у нас может быть с мужем конфликт резусов, поскольку не было проведено необходимое медицинское лечение по окончанию первой беременности, во время второй беременности, видно, по молитвам Богородицы, выяснилось, что у мужа отрицательный резус. То есть всю жизнь у него был положительный. Зять пошел и пересдал. Он пересдал анализ крови в другом медицинском центре. И там сказали, что у него отрицательный резус-фактор. И мне дочь говорит, мама, ну как такое может быть? Я говорю, дочь, я не знаю, как такое может быть, но все по воле Божьей. 22 февраля 2023 года у нас родилась девочка. Девочка была здорова. На десятые сутки мы попали в больницу с билирубином, который был 460. Через 5 дней нас выписали, потому что опять-таки мы молились у этого образа. И ребенок находился в кувезии, мы делали специальные процедуры. Я благодарна Божьей Матери за то, что наш ребенок здоров. И никаких последствий после такого большого скачка этого показателя. Врачи все говорили о том, что это просто уникальный случай. Икона Божьей Матери у Миления Локотская большую часть времени пребывает в пути. В течение апреля образ будет пребывать сначала в Борисоглебском храме в городе Борисов Минской области, затем в храмах святого архангела Михаила, агрогородка Лошница Борисовского района, святители Николая Чудотворца города Логойска. Далее ожидается, что святыня будет пребывать в пределах Минской епархии. Информационный портал Собор Бай для телеканала Союз.